Анна-Лена Бербок, министра иностранных дел Германии, поддержала предложение Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты в рамках кругового обмена. Что такое круговой обмен? Что получилось? В чем дело? Это был бы вариант, и мы уже делали это некоторое время назад, с другим вооружением, сказала она в интервью журналу Der Spiegel. Есть такой вариант, так как отказывается Шольц дать нам Таурус и боится, что мы будем бить по Москве, то Бербок и Кэмерон предлагают следующую схему. Германия передает Таурусы Великобритании, Великобритания принимает их на вооружение, а сама нам симметрично передает другие ракеты Storm Shadow. Так как Storm Shadow у Англии есть, но количество ограничено, они их все нам отдать не могут, иначе им будет нечем воевать, когда Путин на них нападет. Но, если они получат 100 ракет, помните, немцы собирались 100 ракет нам дать. 100 ракет, например, 100 ракет Таурус получат они от Германии, они нам могут дать 100 ракет Storm Shadow. Стоимость ракет примерно одинаковая. В общем, почти все характеристики примерно одинаковые, кроме, к сожалению, двух вещей. Первое, дальнобойность у Тауруса выше, второе, Таурус устроен так, что сначала первым взрывом взрывает бетон, проникает внутрь и там взрывается изнутри. Именно поэтому Таурусы могли бы разрушить Крымский мост, а при помощи Storm Shadow мы этого сделать практически не можем. Но лучше так, чем никак, поэтому лучше мы получим 100 Storm Shadow, чем ничего. Вот такая рабочая стала схемка. Эта схемка, как многие пишут, уже применялась, когда пока отказывался точно так же Шольц поставлять нам танки «Леопард», то он поставлял танки «Леопард» третьим странам, а эти третьи страны поставляли нам свои танки, ну еще, так понятно, советского производства, либо же какие-то бронемашины, а не танки. То есть схема такая применялась, она не новая. Вот сейчас ее предложили распространить на Таурусы. Ф-16-е приедут в июле, как сообщает New York Times. Первые непонятно сколько штук, кто-то говорит 6, кто-то 12, то ли 6 самолетов, 12 летчиков. Всего было обещано 45, как мы помним, Ф-16-х. Но возникла проблема, возникла проблема с обучением наших команд, наших летчиков. Самолеты есть, тренировочные базы есть, тренеры есть. Но я так понимаю, проблема из тех, которые известны, это то, что английский язык, то есть оказалось, что слишком слабое знание английского языка у наших летчиков, они не могут просто справиться с английской техникой. Техника-то непростая, она только по-английски язык знает. Может им Google-переводчик поставить, ну не летчикам, а нельзя бы в 16-е строить Google-переводчик, чтобы он по-украински разговаривал. Я думаю, кстати, это было бы проще, чем обучить. Но нам понадобится вот сейчас 45 самолетов. Это сколько летчиков? Это 100 летчиков. А если мы потом будем, у нас будет 200 самолетов, надо будет 400 летчиков. Ну, потому что, помните, говорил наш спикер военно-воздушных сил Игнаш, нам надо 200 F-16, 400 летчиков. Может один раз как-то... Вот они построили штуковину, самую сложную в мире авиацию, да? Там каждый F-16 стоит хрену знает, сколько денег, там десятки миллионов долларов, если не сотни. А как-то туда встроить Google-переводчик это никак? Чаджи-пяти? Ну, это несложно, мне кажется. Или они боятся, что он не разберет слово «Москва» и перепутает крымский «Мостов» в «Мостов». Наш скажет «Крымский мист», «Мист», а он такой «Мист», «Мост», 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 «Москва», «Москва». Вот, видимо, они боятся такого, да, что вместо «Крымского моста» ракеты полетят по Москве. Ну, зря боятся, кстати. Решило бы всю проблему гораздо быстрее, и все были бы целы, кроме некоторых товарищей наших, которые нам вовсе не товарищи. В общем, первые 6-12 в июле, вот из-за такой проблемы. Я думаю, что есть и вторая проблема, что наши летчики не могут в большом количестве взять и отвлечься от войны сейчас, прямо сейчас. Нам нужны летчики на войне, их не так много. Вчера погиб еще один наш летчик, к сожалению, в Донбассе. Официально об этом пришло сообщение. Еще Соединенные Штаты, которые застряли со своей помощью, как мы знаем, ну, застряли, они сейчас пытаются японцев уговорить, поменять свои законы. И вот вышло сообщение в японской газете «Юмиури», что США и Япония ищут способы увеличить поставки боеприпасов для Украины, обсуждают сотрудничество в военной сфере, и что для этого нужно ослабление ограничений Токио на военный экспорт. Дело в том, что после войны была принята такая пацифистская конституция Японии, которая не позволяет толком поставлять вооружение за границу. И вот прям предлагают американцы это дело поменять и разработать соглашение между Японией и США, чтобы Япония поставляла в США произведенную собой военную технику и боеприпасы. И подписать этот договор хотят 10 апреля в Вашингтоне, то есть ровно через месяц, когда будет встречаться премьер-министр Японии Кисида с президентом Байденом в Вашингтоне. Они хотят подписать такой договор, который позволил бы поставлять артиллерийские снаряды из Японии в Штаты, ну, а Штаты уже передавали бы нам. Но похоже, что для этого нам понадобится еще и финансовая американская помощь. Иначе как? На каком основании? Продолжение следует...